Добрый день, братья и сёстры, рад всех видеть в Доме Божьем, в здравии, все красивые, умные и благословенные. Ну, по крайней мере, я хорошие слова вам сказал. У меня слова, они имеют вес. Да, я если плохое что-то скажу, то человеку будет трудно. Но если хорошее, я скажу, человеку будет легко. Да, потому что 25 лет говорю, и поэтому оно уже влиять начинает. Когда ты много говоришь, оно влияет на жизнь человека. Поэтому пусть Бог благословит каждого. Слава Богу, слава Богу. А сейчас я бы хотел проповедовать из Слова Божьего. И мы прочитаем первое послание Петра, пятую главу. И посмотрим с пятого стиха по десятый. Также, младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого бы поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Тема моей проповеди сегодня – Бог всякой благодати. Бог всякой благодати. Благодать. Это слово упоминается в Новом Завете 150 раз. В первой церкви люди приветствовали друг друга словами «благодать вам и мир». Люди рассчитывали, что через это приветствие на людей придет сверхъестественная Божья благодать. Определение слова «благодать» теологическое выглядит так. Итак, это сверхъестественное, божественное благоволение к человеку. Другими словами, в какой-то из определенных сфер твоей жизни это сверхъестественная Божья помощь. Амин. Бог может сверхъестественно помогать тебе в какой-то из сфер твоей жизни. Я говорю, Бог может сверхъестественно помогать тебе в какой-то из твоих сфер жизни. Это называется благодать. Это называется Божье благоволение. Амин. Ты можешь это испытывать на себе. Это похоже на попутный ветер. Это похоже, что тебе постоянно везет. Ну, как говорят, масть идет и все в елочку. Ты чувствуешь, что что-то свыше влияет на твою жизнь положительно. И Бог, Он хочет давать людям благодать. Он хочет, чтобы каждый человек на себе испытывал сверхъестественную божественную помощь. Аминь. И эта сверхъестественная Божья помощь, она может касаться различных сфер твоей жизни. Знаете, жизнь человека не состоит из чего-то одного. Жизнь человека многогранна. Поэтому Библия говорит, что Бог всякой благодати. И на каждую сферу жизни Бог может использовать особую сверхъестественную благодать. Знаете, мы прочитали, что Бог гордым противится. Поэтому мы начали со слов «повинуйтесь пастырям». Дальше написано «повинуйтесь в страхе Божьем друг к другу». Знаете, если ты говоришь по Писанию, а я говорю не по Писанию, то я тебе должен повиноваться. Слышите меня? Потому что Библия больше пастыря. Я говорю, Библия больше пастыря. Пастырь меньше Библии. Человек меньше Библии. Любой человек на земле меньше Библии. Библия больше человека. Поэтому если ты говоришь по Писанию, я говорю не по Писанию, я тебе буду повиноваться. Но Бог хочет видеть в каждой жизни смирение. Смирение очень часто связано с подчинением. И Библия говорит смиренным людям, подчиняющимся, тем, кто решил подчиняться, подчиняться Богу. Подчиняться Богу может быть через человека. Может через Библию, через Писание. Но человек решил подчиняться Богу. Если ты решил подчиняться Богу, в твою жизнь придет благодать. И благодать в твоей жизни, она может помочь тебе. Она может сделать чудо в твоей жизни. Есть благодать спасительная. Знаешь, когда ты подчинился Богу. И сделал то, что говорит Библия. Ты покаялся перед Богом. Искренне раскаялся от всего сердца. Сказал Господь, я прошу, прости меня. Я жил в неверии, в сомнении, в грехе. У меня была масса различных неправильных вещей в душе. Бог, прости меня. Пришла благодать. О, благодать спасен тобой. Я из пучины бед. Был мертв и снова стал живой. Был слеп и вижу свет. Ни с того, ни с сего. Это пришло. И ты вдруг что-то увидел, то, что раньше не видел, почувствовал, ощутил. У тебя появилась тяга к святой жизни. Да, у тебя не все получается. Ты падаешь, ты грешишь. Но тяга к святой жизни больше. Потому что у тебя есть благодать. Сверхъестественная. Забери у тебя сегодня благодать. Ты вернешься в свои грехи. Человек не может без благодати быть христианином. И когда кто-то говорит, ну, знаешь, я такой человек, я вот решил, сказал, сделал. Все, я вот такой человек, знаешь. Так, короче, что вы меня лечите? Я вот просто у меня, я характер. Знаете, сколько вот таких характеров возле бомжатской корзины находятся? Много характера вот таких. Потому что ты не можешь быть без благодати святым человеком. Ты не можешь жить праведной жизнью без сверхъестественной Божьей благодати. Кто исцеляет людей? Я исцеляю людей. Нет, я не исцеляю людей. Я не исцеляю людей. У меня нет полей. Нету? Да. Вот почему человек может сидеть на птицефабрике и смотреть в телевизор. Вот в такой маленький телевизор. А благодать может прийти и полностью брать опухоль с коленом. Понимаете? Благодать. Но благодать действует не так, как ты хочешь. Благодать действует, как Бог хочет. Благодать не приходит от того, что ты крутой. Благодать приходит от того, что ты смиренный. Благодать может действовать в вопросе денег. И человек, человек, который действительно подчиняется Богу в финансах, подчиняется. Слушай, Богу надо подчиняться в деньгах. Да, в твоих руках твои деньги, но это не твои деньги. Потому что Бог дал тебе мозги, здоровье, связи, отношения. В конце концов, Бог тебе дал все для того, чтобы ты смог их заработать. Поэтому ты должен интересоваться у него вообще, куда он хочет, чтобы ты их засунул, эти деньги. Это не обязательно жертва. Это не обязательно, что ты должен все пожертвовать. Но это обязательно, что ты должен чувствовать, что это от Бога идет. И благодать приходит. Что такое благодать? У кого есть, того прибавится. У кого нет, у того заберется и то, что он думает, имеет. Много планов в сердце человека. Куплю, продам, сделаю, туда, сюда. Состоится только то, что от Господа. Вот почему очень часто гордые люди, они рушатся во всех своих планах. Осмиренные имеют благодать. Почини свою жизнь Богу, и Бог тебе даст особое, сверхъестественное благоволение по твоим деньгам. И для тебя откроется возможность. Библия говорит, Бог откроет для тебя добрую сокровищницу свою. Оказывается, если ты смирен в финансах, то Бог говорит, вот мой сундук. Можешь отсюда во что-то взять. Если ты гордый в этой сфере, ты решаешь сам все. Без Бога. Без Бога. Пойми, благодати нет. Что такое нет благодати? Это, знаете, это как... Это как говяжий шашлык без кока-колы. Понимаете? Вот так ты его пхнешь, 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 пьешь, а он уже застрял. А никто тебе промочить горло не дает. На сухую ешь. Пойми, все, что на сухую, плохо. Я говорю, все, что на сухую, плохо. Благодать. Это сверхъестественная помощь Божья. Это когда легко становится. Хочешь сразаться сам, будь гордым. Я говорю, хочешь сам сражаться, будь гордый. Хочешь сам бороться, будь гордый. Как только ты начинаешь рассчитывать только на себя, Бог уходит в сторону. Он забирает свою благодать и говорит, ну, давай посмотрим, на что ты способен. Вот почему. Многие люди, пасторы, лидеры, епископы, которые проповедовали тысячам людей, служили Богу. Потом вдруг они становятся неспособными справиться с какими-то маленькими, ничтожными грешками. До тех пор, пока ты смирен, Бог тебя делает святым. Но как только ты становишься гордым, ты становишься неспособен управлять своей жизнью. И люди падают после 20, 30, 50 лет служения, потому что они лишаются благодати. Библия говорит, смотрите, чтобы кто из вас не лишился благодати Божьей. И человек, который смеялся с каких-то грехов, и говорил, ха-ха-ха-ха-ха, он не может бросить ругаться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он вдруг сам понимает, что он не может справиться с какими-то мелкими привычками плохими. Потому что без благодати ты ничего не можешь сделать. Без благодати христианства нет. Без благодати есть религия. Религия бьет свой лоб о пол, но это никак на него не влияет. Религия – это разрушительная сила, потому что религиозные люди, они становятся хуже, чем люди, живущие без Бога. Поэтому нам не нужна религия. Нам нужна благодать. Благодать, которая может сделать тебя святым, которая может тебя исцелить, которая может тебя освободить. Амин. Знаете, я верю в служение освобождения. Я верю, что можно напрягаться со всех сил, чтобы кого-то освобождать. Но если нет благодати, то человек запутается еще дальше. Нам нужна благодать. А благодать – это там, где есть смирение. Смиренный Бог дает благодать. Допустим, человек может в какой-то одной сфере иметь благодать. Но это не значит, что он может иметь благодать в другой сфере. Знаете, есть иллюзия. Вот у нас капеллан. Давай я тебе пример покажу, ты не гордый. Наш капеллан, он еще депутат. Чего ты депутат? Да я понял, это партия какая-то. Укропы. Это там этот, как его? Коломойский, да? Понятно. Ну, это не самое твое важное достижение. Это такое, мелочи жизни. Знаешь, попутно там еще депутатом стал. Вот, допустим, Виктор. Виктор Шпотч. Одного вот кому-то все. Вот он решил служить Богу, поститься, молиться. Посещает. Просто вот каждый раз у него огонь внутри. Да. Я хочу служить Богу. Хочу служить Богу. Хочу служить Богу. И вдруг на вот это смирение Бог посылает благодать. И он видит, у него получается. Он руку на больного положил, больной исцелился. Он проповедовал, человек покаялся. Он сказал слово, оно исполнилось. Кстати, у него часто получается. Он часто это предсказывает, знаете, как это, как Ванга. Предсказал, вышло, все. Да, попробуйте. Благодать, 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 благодать. Понимаешь, это та сфера, в которой он по благодати, по благодати. Но есть другая сфера жизни. Допустим, семья. И в Библии написано, муж, глава, жены, семьи. То есть, понимаете, вот для того, чтобы благодать на семью пришла, нужно вот эту позицию главы занять. Понимаете? Для того, чтобы благодать на женщину пришла, она должна занять тоже позицию кого? Помощника, да? Если жена говорит, я глава, а ты мой помощник. Знаете, как одна сестра молилась и говорила, говорит, Господи, благослови моего помощника. Ну, про мужа, да? Господи, благослови моего помощника. Уже не будет благодати. Потому что, понимаете, слово не выполнено. Слово не выполнено. Смирения нет. Нет смирения. Потому что слово не выполнено. Смирение приходит только когда слово выполняется. Поэтому он может быть в служении. Вот, знаете, суперслужитель. Суперслужитель. Так люди идут и говорят, Витя, можно под твою руку попасть просто, чтобы вот так вот раз и получить чудо какое-то? Можно под твою руку попасть, чтобы просто вот исцелиться, освободиться? И он чувствует, тут благодати. Много, много благодати. А в семью приходит. А там черти. Черти там. Я специально тебя взял, зная, что у тебя все хорошо. А там черти, понимаешь? Нет благодати. На сухую все. Без кока-колы. Аминь. Нельзя без кока-колы, я тебя говорю. Надо шашлык запивать чем-то. И он приходит, нет благодати. И он говорит, славяйте, знаете, дьявол мне жену подсунул. Дьявол мне жену подсунул, чтобы разрушить мое великое призвание. Вы когда-то слышали таких людей? Это дьявол мне жену подсунул, чтобы разрушить. Просто понимаете, у меня величайшее призвание, да? Величайшее призвание. Ты просто живешь в одной благодати. А тебе нужно иметь разную благодать. Разную. Потому что есть благодать и для семьи. Если есть благодать и для семьи, то в этой семье дети хорошие воспитаются. По крайней мере, они будут верующими. По крайней мере. Знаете, это уже великая победа. Потому что у многих людей дети не верующие. Они не знают Бога. Мало того, они ненавидят Бога. И они говорят, мы вообще никакого отношения к Богу иметь не хотим. Потому что люди, они стремились к одной какой-то благодати, но потеряли другую сферу жизни. Допустим, ты бизнесмен. Ты научился зарабатывать деньги. Ты научился их жертвовать. Ты научился правильно их распределять. И знаете, так часто бывает. Приходит благодать особая. На финансы, на бизнес, на договора. На отношения. Ты чувствуешь эту благодать. Это он капеллан. Он капеллан. Он ездит туда в пески, в аэропорт. И там благодать. Благодать. Я когда слушаю, как он разговаривает с этими офицерами, солдатами. Такое чувство, что, короче, они все ему должны. И это благодать. Это благодать. Это не так просто. Понимаешь, ты не можешь. Ты пойдешь туда, они тебя пошлют. Причем, они не верующие, они красиво пошлют. Но если у тебя есть благодать, что-то приходит сверхъестественное, что-то дает людям раскрыть сердца. И люди принимают. Их жизни меняются. Понимаете? Но Бог не хочет, чтобы человек ограничился одной какой-то благодатью. Потому что так бывает. У людей иллюзия появляется. Если у меня здесь успех, то во всем остальном это дьявол. Дьявол вас обманул. Наш Бог. Бог различной благодати. И Он говорит, я хочу дать тебе благодать и в воспитании детей. Я хочу тебе дать благодать и в деньгах. Я хочу тебе дать благодать и в служении. Я хочу дать тебе благодать в семье. Я хочу дать тебе благодать в отношениях. Знаете, чтобы ты умел с людьми ладить. Не перегрылся со всем миром. Да? Со всеми перегрызят. Это мои враги, это мои враги, это враги, это враги, это враги. И это враги, это враги, все враги. И вообще одни враги кругом. Дьявол восстал на меня. Не дьявол, ты дурак. В чем здесь дьявол? Просто у тебя нет благодати. У тебя нет благодати в этой сфере. И ты должен честно себя протестировать. Просто честно протестировать. Вот здесь пруха, здесь Бог. А здесь нет прухи. Здесь такое чувство, что я постоянно прорываюсь. Знаешь, где ты гордый, Бог говорит, сам сражайся. Алло. Где ты гордый, Бог тебе говорит, сам сражайся. Где ты гордый, Он говорит, сам сражайся. Да, люди приходят на репцентр. Что думаете, репцентр их освобождает? Они смиряются. И приходит благодать. И вдруг человек, который 15 лет прошпиговался, прошпиговал свои квартиры, проколол все, что было у родителей, у друзей родителей, у знакомых родителей, все проколол, проколол, проколол. И вдруг он раз! Говорит, так я не хочу. Я говорю, как не хочешь? Ты 15 лет хотел, ты не хочешь. Такого не бывает. Конечно, не бывает. Конечно, не бывает. Благодать. Благодать. Понимаешь? Это сверхъестественное Божье благовление. Дух Святой приходит и говорит, забирай у тебя вот эту привычку. Сколько ты уже не наркоман? 15. 15 лет не наркоман. А до этого сколько был? 20. 20. С ним следователи не хотели разговаривать? Следователи не хотели разговаривать. Он говорит, это рецидивист, ненормальный человек, мы не хотим с ним разговаривать. Все. Не хотим разговаривать. Следователя надо было ему найти специального. Понимаете? И в принципе это бы все и осталось. И вообще я думаю, что уже ничего и не было. 52 года, уже бы похоронили тебя. Но благодать, благодать, она пришла. Как? Через смирение. А ты до сих пор хочешь быть гордым? Ну, я просто такой человек, знаете, я. Ты какой человек? Ты такой же человек, как и все. Я говорю, ты такой же, как и все. Ты ничем не отличаешься. Мы все одинаковые. Только в жизни одних благодать есть. А в жизни других они ее лишены. Лишены. Они борются. Они сражаются. Они воюют. У них ничего не получается. Годами. Годами. Почему? Ты даже не с людьми сражаешься. Послушай, если ты гордый человек. Если ты гордый человек. Слушай, если ты гордый человек. Бог говорит дьяволу, отойди. Я его сам мочить буду. Дьяволу, отойди. Дьяволу, уже не надо его трогать. Я уже буду его мочить сам. Я сам его буду давить. Сам Бог. Представь. Бог гордым. Протится. Бог с тобой воюет. Бог с тобой воюет. Уже не дьявол. Ты дьявол, пошел вон. Дьявол говорит, ага. Тут уже не я. Тут уже я не могу ничего сделать. Тут уже сам Бог с тобой борется. Тут я уже не могу ничего подчиниться. Потому что ты гордый. Понимаете, основное требование Бога к христианам – это смирение. Потому что именно смиренным людям Бог дает благодать. Он говорит, поднимет нас в свое время. У тебя есть свое время. Но это свое время, оно приходит. Я говорю, у тебя есть свое время. И проблема наша в том, что мы не знаем времени. И астрологи тебе его не предскажут. И гадалки не предскажут. Потому что это время у Бога. Бог говорит, я знаю время, когда тебя поднять. Вот я посмотрю, что ты смирился. Настолько смирился, что я могу тебя поднять. Могу тебя поднять. Знаете, многих людей Бог не может поднять. Потому что они только чуть-чуть поднимаются. Они сразу становятся гордыми настолько, что забирается благодать. И им приходится опять опускаться. Им приходится опять опускаться. И они то поднимаются, то опускаются. То поднимаются, то опускаются. Тебе не надо быть гордым. Ты должен согласиться с одной вещью. Все от него. И если он кому-то дал свою благодать, у этого человека получится. И благодать позже, она может действовать. Она может действовать. Просто взять человека, рецидивиста, 20-летнего наркомана, сделать его капелланом. Для полковников. Для солдат. Для каких-то там других людей, которые в этом нуждаются. И у него есть слово по благодати. Пойми, не потому что он крутой. Я не говорю, что мы должны быть тупыми. Я не говорю, что мы должны быть ограниченными. Но я говорю о том, что сколько бы ты не учился, сколько бы ты не воспитывался. Сколько бы ты не стремился к самосовершенству, обоню. Рассчитывать все равно приходится на него. На его сверхъестественную благодать. И Бог различной благодати. Слушайте, не обманывайтесь. Люди обманываются. О, семья, это просто дьявол. Семью мне дал, чтобы останавливать меня в служении. Я вот такой в служении крутой. Дьявол мне семью дал, чтобы останавливать в служении. Слушайте, ты не крутой. Ты просто частично под благодатью. Я говорю, частично под благодатью. А ты должен везде попасть под благодатью. Ты должен смириться во всех сферах своей жизни. Смириться перед Словом Божьим. Смириться перед Писанием. Смириться перед пастырями, перед учителями. В конце концов, Библия говорит, подчиняйтесь друг другу в страхе Господня. Даже не вопрос, что кто-то над тобой главный. Просто вопрос, что ты должен быть смиренным человеком. Ты должен научиться подчиняться. Люди не умеют подчиняться. Люди горды. Люди надменны. Поэтому Бог говорит, я убираю благодать. Давай сам. Сам давай. Давай без благодати. С благодатью как легко. Знаете, люди говорят, о, покаялся. Так легко. Так легко курить бросил. Так легко, так легко, так легко, так легко. А потом чуть лидером побыл. Так сложно все стало. Ты просто такой гордый, что ты лидер. Ты такой гордый, что ты лидер. Тебя Бог даже благодатью лишил. Представь? Зачем нам нужны лидеры без благодати? Зачем нам нужны служители без благодати? Зачем нам нужны поклонники без благодати? Зачем нам нужны музыканты без благодати? Поймите, все делает она. Благодать. Павел говорит, я потрудился много, но, впрочем, это не я. Это благодать, которая со мной. Это сверхъестественное благоволение. У меня получилось, потому что Бог хотел, чтобы у меня получилось. У меня выходило, потому что Бог хотел, чтобы у меня получалось все. У меня не получилось, потому что скорее... Ну, знаете, это дьявол просто восстал против меня. Я боролся с ним, но не смог победить. Если ты с благодатью, ты всегда победишь дьявола. Потому что благодать – это сам Бог. Это Его благоволение. Люди не хотят смиряться. Люди хотят оставаться гордыми. Хотят оставаться высокомерными. И при этом они хотят, чтобы Бог им помогал. Бог говорит смиренным. Бог дает благодать. Бог часто смирял людей. И чем более гордый человек, тем больше Бог хочет такого человека смирить. Мы гордые? Да мы все гордые. Я понимаю, что ты гордишься тем, что ты не гордый, но... Мы все гордые. Это тот грех, который идет корнями прямо к дьяволу. Потому что дьявол первый возгордился. И он свою тему хочет каждому навязать. Ты, ты можешь. О, Ева, Ева, съешь, съешь это яблоко, и ты будешь... Ты сама будешь как Бог. Ева до сих пор хочет быть как Бог. Ресницы приклеить. Накрасить, намазать. Она до сих пор хочет как у Бога быть. Понимаете? Дьявол ей рассказал, ты должна быть как Богиня. Она хочет быть как Богиня. Слушай, ты можешь быть как Богиня перед людьми. Но перед Богом будь смиренным человеком. Знаете, надо знать, перед кем гордиться. Перед Богом надо смиряться. Перед Богом надо смиряться. Потому что его вообще жизнь в его руках. Твоя жизнь в его руках. Он захочет, так заберет ее и все. Оп, все. Оп, все. Перед Богом надо быть смиренным. Люди, которые не хотят быть перед Богом смиренными, они лишаются благодати. Причем в разных сферах жизни. У кого-то благодать в деньгах, но не получается ничего в служении. У кого-то благодать в семье. Благодать. Ой, так все хорошо. Там ты смирен. Там ты смирен. Бог вас соединил, чтобы вы жили два разных человека. И Бог послал свой попутный ветер в вашу семью. Говорит, все. У вас все будет хорошо. У вас не будет конфликта. Да? Даже когда вы захотите поконфликтовать, что-то придет, какая-то атмосфера такая, что ой. Все. Да? Хочешь такое благодать? Ты вроде хочешь, а тут что-то хоп. Это сверхъестественно. Я говорю, это сверхъестественно. Люди могут прожить вместе 50, 60, 70 лет и друг друга не убить. Это благодать. Да? Они чувствуют, что какая-то атмосфера другая из-за смирения, но может быть наоборот. Говорит, Сара Абрамовна, сколько раз вы были замужем? Говорит, семь, и все счастливо. Говорит, что ваш муж не пьет уже? Не, не пьет. Сколько? Говорит, ну уже 40 дней исполнилось. 40 дней исполнилось, как не пьет. Человек может быть благодатный в одной сфере, но в другой он может быть в проклятии. Он лишен благодати. И прежде всего из-за гордости. Из-за того, что здесь он не способен слушать. Он способен слушать здесь, а здесь он не способен слушать. Павел говорит таким людям. Говорит, я вам говорю правильные вещи. Проблема ваша в том, что вы уже не способны слушать. Неспособны. Знаете, есть люди, не способны слушать. Говорит, я вам правильные вещи. Я вам с Библией говорю слова. С Библией вы не способны. Поймите, должен быть факт смирения. Там, где есть факт смирения, там есть порция благодати. Там, где нет смирения, там нет благодати. Подчинись, покорись, согласись. Один человек был. Сирийский генерал. Сирия сейчас на слуху. Гордая страна. Поэтому там война. Там, где гордость, там всегда война. Там война вечная уже. Был генерал. Сирийский. Написано, он был отличный воин. Когда ты, когда ты в чем-то отличный, тебе всегда есть чем гордиться. Когда ты в чем-то отличный, тебе всегда есть чем гордиться. Угу. Угу. Когда ты чем-то отличный, тебе есть чем гордиться. Он был отличный воин. Но кто-то знал вторую сторону его жизни. Вторая сторона жизни выглядела так. Но прокаженный. У него мундир был, знаете, такой. Он скрывал проказу свою под мундиром. О проказе знала жена только. Ну, может быть, еще узкий круг людей. И вот они захватили в плен маленькую девочку. И девочка однажды увидела этого генерала. Что он весь в проказе. Она сказала, генерал, генерал, есть решение этой проблемы. Братья и сестры, у Бога всегда есть решение. Но оно идет через смирение. Знаете, решение через узкие ворота всегда проходит. Узкими. Узким путем оно идет. Узким путем. Решение через узкий путь. Вот туда. Узкий. Узкий. Когда путь узкий, ты должен смириться. Знаете, там в Израиле написано, удобнее верблюду пройти через игольные уши, чем богатому в Царство Божье. Может ли верблюд пройти через игольные уши? Может. Это вот такие маленькие ворота. Вот такие маленькие. Такие, как в кафедре где-то. Поуже чуть-чуть. Может верблюд туда протиснуться? Может. Может. Но ему придется так смириться? Может. Просто представь верблюда, который упал на четыре кости. Которого за голову тянут. Сначала голову туда протянули. Потом пузо не пролазит. Его бьют вот так по пузу. Чтобы протащить. И такие протаскивают. Поцарапанный. Изрядно истрепанный. Но. Прошел. Да. Вот что такое смирение. Люди не хотят наклоняться. Наклоняться. Они хотят широкими вратами. Я уже депутат. Ты хотя осанка измелость? Ну конечно. Я уже депутат. Ты раньше ходил, какой-то ханурик был. Оп. Ведь это не к тебе. Это просто. Так слово пошло просто и все. А Бог хочет смирения. Девочка говорит генералу. Говорит. Слушай, генерал, есть выход? Где? Пророк живет. Пророк живет в Израиле. Зовут его Елисей. Ты можешь пойти к нему. И он снимет с тебя проказу. Она знала, что пророки снимают проказу. Да? Да? Как одного ребенка на воскресной школе спросили, говорит, кто пастырь? Он говорит, пастырь Бог. Значит, вот у людей, у детей, у них нет засоренного мышления. Они верят, что Бог все может. Да? Он говорит, придет по ророку Елисею. И Елисей снимет проказу. Дети исцеляются намного быстрее. Потому что они верят. Они верят. Пастырь не Бог. Но есть вера у человека. И это хорошо. Это хорошо. И генерал, нормальный человек. Знаете, светский нормальный человек. Он все понимает. Если я еду за выздоровлением, надо брать бабки. И он набрал целый чемодан денег. Две лошади с деньгами. Три телеги с деньгами. Он набрал золото, серебро. Думает, кто знает, что они там захотят. Еду за исцелением. Он приезжает. Говорит, тут же живет этот пророк. Ему говорят, да, тут живет этот пророк. А можно как-то, чтобы он вышел, меня исцелил? Я сейчас спросим. Какой-то пацан пошел спрашивать. Говорит, слушай, там это, генерал приехал. Генерал приехал. Генерал приехал. Какой генерал? Генерал-майор? Или генерал армии? Да какая разница? Когда ты уже генерал, ты можешь стать любым генералом. И сейчас несложно. Доплатили уже генерал армии. Елисей с места не двинулся. Что, не потому, что он не уважал генерала? Потому, что он не уважал генерала? Любой нормальный человек уважает генерала. Даже когда казачьи генералы приходят. Ну, это алкоголики, которые сами себе присвоили. Обычно. И то, как-то уважительно смотришь, мундир, звезда горит, все. Это же генерал. А тут настоящий сирийский генерал. Тем более, Сирия тогда была, как сейчас Россия, супердержава. Это что, Путин приехал. Путин приехал. Он ему говорит, ребенку этому, говорит, поди генералу скажи. Поди скажи генералу. Вот там речка есть. Как это? На третьей шахте, как это? Вот там на дамбе, да? Вот там на дамбе. Как раз возле вот этой трубы, что с шахты выходят. Иди, говорит, семь раз туда кунись. Ты говоришь, ну почему? Почему? Надо, чтобы человек что-то от Бога получил, надо его унизить. Почему? Ну почему? Потому что люди гордые. Люди надменные. Люди высокомерные. И Бог хочет дать шанс человеку смириться. Шанс! Многие люди этим шансом не пользуются. Не хотят пользоваться. И генерал психанул. Психанул. Во-первых, с ним разговаривал не пророк, а какой-то ребенок. Во-вторых, этот пророк даже не вышел. В-третьих, когда он ехал, у него уже в голове модель нарисовалась, нарисовалась модель, как это вообще будет. Он думал, я сейчас подъеду, а пророк уже тут стоит, как тут. Он призовет имя Господа, возложит руку на место и снимет проказ. Вот так, снимет проказ. Он уже модель нарисовал. Это когда ему сказали, вот там на дамбу едем. Там исцелись. Он психанул. Он разозлился. Обычно, когда люди гордые, они часто злятся. Часто психуют. Он психанул. Я не понял. Я вообще-то деньги привез. Что думаешь, за деньги все можно купить? Не все можно купить за деньги. Благодать, она не продается. Нет стоимости. Стоимости нет. Когда Бог говорит, долготой дней насыщу тебя. Что это? Это благодать. 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 Когда ты изучаешь, от чего люди умирают, иногда страшно. Иногда страшно. Вот вчера женщина подошла, говорит, муж заснул и не проснулся. Я говорю, нормально все было. Он говорит, все нормально. Просто заснул. Во сне инфаркт. И не проснулся. Ничем не болел. Ничего не страдал. Понимаете, благодать. Это страшно, когда ее нет. И он психанул такой. Психанул. Говорит, да, короче. Я что, у себя в этом не мог покупаться или что? У нас вообще Днепр течет. И Самара. Я что, у себя не мог покупаться? И тут его по плечу хлопает более, более смиренный человек. Более смиренный, знаешь, не такой гордый, хлопает по плечу, говорит, слушай, да давай искупаемся, ладно. У нас уже приперлись, кто знает, если что, убьем их потом все. Не прокатит, убьем их, да и все. Давай искупаемся. Мне так сложно, подумаешь. Да. Гордость. Она простые вещи делает сложными. Она какую-то мелочь. Мелочь. Делает причиной для развода. Из-за чего развелись. Ну мы развелись. Ну, он никогда не закручивал зубную пасту. Вот это стало причиной. Сейчас придумали эти тюбики, что она не надо закручивать. Вот так, специально, чтобы ты не развелся. Аминь. Вот так оно, раз, раз, все. Уже не надо закручивать, да? Все, живи. Гордость, она какую-то мелочь. Мелочь какую-то, знаешь, мелочь. Ерунду какую-то делает причиной. Чего вы не общаетесь? Так, короче, вот это. Я проходил, а она вот так вот проходила. А как надо было, она вот так проходила. Мимо меня. Это причина? Это причина для ссоры? Это причина для развода? Это причина для разрушения отношений? Это не причина. Это причина. Ты перся через две страны для того, чтобы послушать, что скажет пророк. Ну, иди покупайся. Иди покупайся. Сделай, что тебе говорят. Что, тяжело, что ли? Что, тяжело сделать, что ли? Сделай, что просят! Амэн. Слушайте, это... Я могу об этом проповедовать до бесконечности. Потому что у людей столько проблем. Из-за ерунды. Из-за ерунды. Да, пророк смирил генерала. И таким образом привел его к чуду. Генерал! Чудеса будем видеть или нет? Алло! Пастор, я не генерал, я лейтенант. Ты знаю. Гордости, как у генерала. Гордости, как у генерала. Смирил. И будем видеть чудо. Смирил. И будем видеть чудо. Когда он шестой раз окунался в воду. В эту грязную, мутную воду. Он посмотрел еще раз на свою язву проказы. И увидел, что она не исчезла. Я не знаю, что творилось в его голове. Но седьмой раз это было чудо. Это было чудо. И он полностью очистился. Он полностью очистился. У него изменилось отношение. И к Богу. И к пророку. И к тому маленькому мальчику. Если он хотел этому маленькому мальчику. Чисто по-генеральски. Подзатыльников подавать. То теперь он приехал. Говорит, на тебе конфетку, сынок. Ты молодец. Ты молодец. Ты меня смирил. И пришло чудо. Знаете, люди не хотят смиряться. Не хотят. Они борются не с людьми. Не с дьяволом. Они годами воюют с Богом. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Годами воюют с Богом. Ничего не происходит. А может произойти. Знаете, когда Ахав грешил против Господа. И Бог уже согласился его уничтожить. И Бог уже согласился его уничтожить. Смотри, как смирился. Смотри. Дальше говорит, не будет бедствия у тебя. Не будет бедствия. Представляешь? Так можно раз смириться. И избежать какого-то бедствия. Раз смириться. И избежать бедствия. Но уже не будет бедствия у твоей жизни. Мимо тебя беда пройдет. Мимо тебя беда пройдет. Почему? Потому что смирился человек. Нет смирения. Ты без благодати живешь. Без благодати живешь. Без благодати живешь. Когда кто-то говорит. Недавно какой-то парень мне сказал. Говорит. Пастор какой-то сказал. Говорит. Пастор, ты у нас крутой. Ха-ха. 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 Благодать. Благодать. Библия говорит. Смотрите. Чтобы кто из вас этой благодати не лишился. Потому что вся крутизна слетит сразу. Сразу вся крутизна слетит. Сразу все способности. Возможности. Все улетит. Куда-то. Благодать. Благодать. Подумай о своей жизни вообще. Вот подумай. Трезво посмотри на себя. Знаешь, когда люди приходят к врачу. Они вообще как хотят? Ну сделайте мне какой-то один укол, чтобы я сразу выздоровел. Вот так они хотят. Но так не бывает никогда. Это только в интернете так пишут. Ягоды. Гаджи. Съешь и будешь гаджи. В жизни так не бывает. В жизни тебя анализы берут. Рассказывают курс о том, как ты восстановишься, как ты выздоровеешь. Это процесс. Люди хотят изменить себя быстро. Но изменение проходит как процесс. Надо себя анализировать. Просто анализировать себя. Толкни кого-то в бок. Не спи. У тебя сколько сфер жизни без благодати? Не спи. Без благодати там. Без благодати. Мучаешься, страдаешь, борешься. Не получается ничего. Без благодати. А ты можешь все изменить. Ты можешь привлечь к себе благодать. Привлечь, притянуть, притянуть благодать. Позже ты можешь это сделать. Я говорю, ты можешь это сделать. Там, где ее нет, ты можешь ее привлечь. И когда ты ее привлечешь, твоя жизнь изменится. Ты говоришь, Господь, почему мне так было трудно? Я мог бы жить легче? Я не понимал, что я мог легко жить. Легко жить мог бы. Почему? Потому что нет смирения. Давайте закроем свои глаза. Просто проанализируй свою жизнь сейчас. Следующие три минуты. Где тебе очень трудно? Где ты лишен благодати Божьей? Где? В какой сфере жизни? Может быть, в какой-то сфере жизни у тебя благодать есть, и тебе не надо туда, даже что-то добавлять? Просто надо расти в благодати. Но есть какая-то сфера жизни, где благодати нет. Нет благодати. Нету. 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 Нету там просто. нет. Нет смирения. Нет смирения. Ты не хочешь смириться. Бог не хочет послать благодать Надо смириться Библия говорит Явилась спасительная благодать Научающая нас Чтобы мы отвергли Всякий грех Без благодати нельзя даже жить Чистой жизнью Нельзя жить святой жизнью О, шира махая лукра сон толору лоблес Алла махая лукры кайнштиру лоблес